Сегодня мы будем говорить про нетворкинг. Это такое очень модное современное слово. И я так понимаю, в российском языковом сегменте это такое что-то вот очень непонятное. Говорят, нетворкинг уже есть как слово в русском. То есть можно прям вставлять русское слово, а не английское. И я надеюсь, я дам несколько хороших рекомендаций, которые помогут вам в будущем построить свою социальную сеть в профессиональных контактах. Ну, на самом деле, для начала мне хотелось бы немножечко разрядить обстановку, поэтому давайте вот вы поговорите со своим ближайшим соседом в следующие две минуты, и каждый расскажет, вот вы расскажете своему соседу о том, чему бы вы могли научить. Если кому-то пара не хватит, я тоже. Поехали. Две минуты поговорить о том, чему вы можете научить. У меня такое ощущение, что дискуссии пошли гораздо дальше. И, по-моему, это не просто одна вещь, которую вы можете научить, а гораздо-гораздо больше вещей. На самом деле, чему могу научить я? Я примерно 14 лет, 15, я не помню точно, работаю в software development. Шесть лет, почти шесть лет я живу и работаю в Берлине, в компании HIA. Мы делаем карты. Про нас мало знают, потому что мы B2B бизнес, но если вы, например, зайдете на свой фейсбучик, хотя в России, может быть, не сработает, и вот там есть ивенты, и на ивенте есть адресы. Если вы кликаете, то, скорее всего, это наши карты. Про Россию не знаю, но вот если вы в Европе, то точно наши карты. Если вы ездите в немецкой машине, то, скорее всего, это наши карты. Вот. Последние шесть лет, как я сказала, я работаю в HIA Maps. Последние четыре года я занимаюсь… Я руковожу проектами для немецкого автомотива. То есть за навигационной системой мы делаем в том числе навигационные системы для немецкого автопрома. Ну и в том числе я занимаюсь организацией различных сообществ, как внутри компании. Ну, в основном я занимаюсь организацией сообществ внутри компании, но участвую в разных, которые вне компании. Чему я могу научить? Я могу научить печь печеньки. Это здорово. На самом деле я могу сказать, что это такой, ну, скажем так, миф. Меня наняли на работу, потому что я умею печь печеньки. У меня было собеседование, меня спросили, ну, стандартно, про конфликтную ситуацию, как вы решаете, если у вас две команды не могут договориться. Ну, вот стандартно, да, мы пытаемся найти общие точки соприкосновения. Вот это мы делаем. А если не помогает? Ну, если не помогает, я пеку печеньки, и тогда мы все вместе пьем чай. Мне сразу все наняли. Так что обращайтесь, я умею печь веганские, сладкие, не сладкие, соленые, сахаром, без сахара. Да, да, я пеку печеньки на работе. Опять же, так как у нас интернациональная компания, действительно сладкие, не сладкие, веганские и прочее, это, в общем, актуально. Для этого вам нужна духовка. Хорошая духовка – залог успеха. Итак, что же такое нетворкинг? Есть какие-нибудь предположения, да, как вы понимаете нетворкинг? Я даже не знаю, что дальше рассказывать, и так все все знают. Самое главное, что я хочу сказать, это, во-первых, это не дружба. Когда как-то, опять же, пытаешься переводить это на русский. Нет, это не совсем дружба, если мы говорим про профессиональный нетворкинг. Нет, ну, да, у вас может быть, вы можете дружить, но, по сути, профессиональный нетворкинг, он не предполагает дружбы. Вам не обязательно ходить вместе в бар. И это, вот, если мы говорим про российский менталитет, это не блат. Хотя, если мы говорим социальная сеть контактов, которая помогает эффективно решать определенные вопросы, например, как устроить ребенка в садик, и в русской Википедии, на самом деле, они приводят именно такой пример. Но для меня немножечко это не ложится на нетворкинг. Все-таки для меня оно не равно вот этому поблату. Хотя, наверное, вот в нашем русском менталитете оно, наверное, будет очень похоже. То есть нетворкинг, да, действительно, это набор социальных связей, и деятельность по их поддержанию. Это не просто круг знакомств. В общем, это деятельность для того, чтобы поддерживать этот круг знакомств, которая позволяет решать сложные задачи. То есть все было совершенно правильно, как вы сказали. То есть я действительно не знаю, стоит ли мне дальше что-то рассказывать. Раз уж мы сегодня немножечко акцентируемся на девочках, как бы мальчикам, извините, но почувствуйте себя в той ситуации, в которой обычно находимся мы. Если мы говорим про IT и про технологии, в среднем по миру 20% женщин в IT, и в дата арте, по-моему, чуть лучше, 30, да? То есть действительно это определенная проблема. Кстати, кто вообще работает в IT? Вы же. А кто, студенты у нас есть какие-нибудь, да, у нас тоже есть. А вы собираетесь, да, вы собираетесь. Кто работает не в IT и не студент. Да, отлично. Если мы говорим, опять же, о женщинах и статистически, о молодых женщинах, о девочках, опять же, по статистике и согласно исследованиям, женщины склонны считать свой успех с течением хороших обстоятельств. Ну, вот так сложилось, поэтому у нас как-то все получилось. А если происходят какие-то ошибки, ну, вот если не получилось, это точно моя ошибка. Ну, вот, а получилось, ну, звезды так совпали. На самом деле это не так, и это различие в женском и мужском поведении в принципе, да, то есть мужчины очень часто приписывают любые успехи себе, даже если так случайно получилось, и так совпали звезды. Другая вещь очень важная, когда, ну, женщина, девочка, да, читает резюме, опять же, статистически значимо, она смотрит, окей, вот это, вот это, вот это требуется. Если там не 100%, она не подает резюме на эту позицию. Да, если мы говорим, опять же, про мужской паттерн поведения, ну, 30 совпадает, все, я вообще идеальный кандидат для этого, и поехали. В IT за счет того, что нас мало, 20% это мало, у нас мало ролевых моделей, на которые мы можем равняться. Очень часто, например, наш берлинский офис, у нас работает примерно 1000 человек в берлинском офисе, 20% женщин, если мы говорим именно технические позиции, то еще меньше, то есть уберем весь маркетинг, HR и прочее. То есть это порядка 15%. И очень часто случается так, что вот есть команда разработки или какой-то проект разработки, и ты одна девочка на этом проекте. И вот говорить, что тебе есть на кого равняться или искать какие-то ролевые модели, ну, в общем, это очень сложно. Ну, и опять же, статистически женщины склонны к рефлексе, они очень часто думают о том, что вот почему это происходит так, и не так, во мне ли это дело или не во мне ли это дело. Если мы говорим, опять же, про нетворкинг, что он помогает сделать? Какие сложные задачи он позволяет решать, и какие эти сложные задачи являются выигрышными для женщин. То есть поиск работы. То есть понятно, через круг знакомств гораздо проще узнать, если есть какие-то вакансии. Очень часто есть вакансия, но она еще не анонсирована в паблик. То есть только вот какая-нибудь контора придумала, нам бы интересно кого-то нанять, и вот мы ищем такого человека. И пока они начинают спрашивать по знакомым. Если вы ищете к себе в команду кого-то, да, или к себе в компанию, то же самое, то есть вы думаете, о, нам бы хорошо нанять вот этого специалиста вот с таким профилем. Дальше вы спрашиваете, а вот у тебя нет каких-нибудь знакомых, которые знают вот это, да? Это еще не выложили ни на какой Headhunter. Я так понимаю, это сейчас основной сайт в России. Доступ к информации. Опять же, если мы говорим про сложные технические элементы, или если мы рассматриваем сложные технологии, и в этих технологиях еще мало специалистов, да, если мы говорим, например, про научную деятельность и про науку, там бывает, можно заниматься такой узкой областью, у которых там все равно по миру будет пять специалистов. Если вы с этими пятью специалистами, которые занимаются той же областью науки, незнакомы, то вы очень плохо делаете свой networking. Надо это исправлять. Ну и если мы говорим о том, что через социальные контакты, через вот эту социальную сеть профессиональную, это хороший путь к развитию, потому что вы понимаете, чему нужно учиться, что сейчас востребовано, вы понимаете, у кого нужно учиться. Ну и за счет этого, когда вы общаетесь с людьми, независимо от того, интроверта или экстраверт, все равно возникает некая эмоциональная вовлеченность за счет эмоциональных контактов. Так вот, примеры, наверное, из моей жизни, например, про первое, да, поиск работы. Несколько лет назад я сменила одну команду на другую, и ко мне пришли, то есть я работала с одной женщиной, она была моим продукт-оунером, и она просто в какой-то день пришла и сказала, слушай, там вот эта команда, они ищут себе программ-менеджера, и ты вообще идеальный кандидат. Я, да ну как же, я вот, смена деятельности, да нет, ты справишься, да, я пошла поговорила, они, да, отлично, берем. При этом еще, опять же, позиция не была еще анонсирована где-то, то есть они только-только начинали, да, поиск кандидатов. Когда мы искали кандидата в команду, тоже кого-то типа, вот, а нет ли человека, который может сделать вот это, да, вот он в той команде, можем его забрать. Ну, примеры к доступу информации или про персональное развитие, ну, наверное, понятно, да, что туда входит. Если мы хотим, то есть, что мы делаем для того, чтобы расширить свою сеть социальных контактов? Вот это знакомое? Кто знает, что это такое? Да. Нет, а к тому, что это цикл дейминга, это именно стандартная интерактивная вещь, которая применима практически ко всему, да. Мы это применяем в том числе и к задаче нетворкинга. Первое, мы планируем. Если мы говорим о технических сообществах, да, или о профессиональном развитии, нам нужно спланировать, что мы хотим, да, как мы хотим расширить нетворкинг. То есть первое, на самом деле, сюда первое надо добавить, определить цель. Например, если вы студент, и вы хотите найти работу в IT, то вам нужно понять, в какой компании вы хотите, да. Тогда цель будет найти людей, которые работают в этой компании, понять, понравится вам или нет. В следующий момент пойти познакомиться, сходить на какое-то количество ивентов, которые организует эта компания для того, чтобы посмотреть, какие у них требования и какая у них культура, да. То есть совпадаете ли вы друг к другу, подходите ли вы друг к другу в культурном плане. Если, то есть, действительно, мы садимся, пишем на бумажечке, да, вот на следующий год, вот сейчас как раз все будут New Year's Solutions делать, типа план на следующий год. Вот это хороший вариант, да. Я хочу расширить свой инспоркинг, я хочу стать участником сообщества, я хочу, например, на Руби, да. Отлично. Ладно, можно я еще… Ладно, тогда хитрый еще вопрос. Кто их делает, кто хотя бы в конце года, я не знаю, 50% выполнил с того, что было запланировано? Круто? Да, это хотя бы первые три месяца, это очень здорово. Дальше не актуально, надо обновлять, это тоже все нормально. Но обычно бывает написал в январе, вспомнил в декабре, так, да, переносим на следующий, да, так как-то… Или не актуально? Да, надо проверять, возможно, каждый месяц. То есть такая домашняя ретроспектива agile в личной жизни. Так вот, вы решаете, да, мне нужна социальная сеть, моя сеть профессиональных контактов, да, у меня такая цель, например, найти новую работу, или улучшить какой-то скилл, или там изучить новую технологию, да, и в зависимости от этого вы выбираете либо события, на которые вы идете, либо мероприятия. И, ну, понятно, что практика, да, первое, когда вы это планируете, вы в том числе планируете, как вы это будете делать, да, на этапе планирования вы представляете, окей, это будет ивент, это будет, я не знаю, хакатон, например, на этом хакатоне я буду делать так, и я на этом хакатоне хочу познакомиться как минимум с двумя людьми, которые профессионалы, ну, профессионалы вот в этой деятельности, да, и прям вот такой план, и дальше вы изучаете заранее, кто это может быть, то есть если, например, какие-то спикеры или еще что-то, и после этого, то есть прям думаете, как вы подойдете, вы планируете, что именно вы скажете, да, и, то есть это на этапе планирования, заранее. Ну, есть люди, которые очень хорошо работают так, он в флай, типа, вот поперло и сразу пошел со всеми общаться, знакомиться, такое тоже бывает, но, как правило, таких людей не очень много, и, как правило, всем нужно готовиться заранее. Вы спланировали, надо действовать, да, то есть вы действительно приходите на ивент, вы приходите, я не знаю, в конференцию, например, у вас задача поговорить с тремя-пятью людьми, можно больше, меньше не стоит, реально поговорить, да, не просто поговорить, какая погода, можно начать с погоды, это замечательно, да, но помним свою цель, и цель, ну, например, улучшить какой-то скилл или изучить новую технологию, вы идете к этим людям и разговариваете, тренируете вопросы про эту технологию, которую вы хотите изучить. Естественно, нужно запоминать имена, ну, бывает по-разному, кто-то запоминает имена, я, например, хорошо запоминаю лица, да, имена я записываю. Ключевые вопросы, как я уже сказала, мы задаем ключевые вопросы по технологии. Если, ну, окей, научная конференция, у вас есть пять человек, которые занимаются очень сугубо узким, специфическим вот этим вот, вот этой области науки, вы придете и задаете им не просто абстрактный вопрос, а как так получилось, что вы вот это написали, а вот я читал вашу работу, вот в этой работе есть вот этот интересный момент, я не до конца понимаю, или мне интересно, какое ваше мнение по вот этому поводу, да, то есть вы задаете очень конкретный вопрос, который, ну, который, как бы, человек, ну, в том числе, все любят говорить о том, что они делают, все любят, ну, в какой-то степени хвастаться, да, и вот вы пытаетесь разговаривать с человеком и наладить какой-то вот такой connection и связь. По поводу того, чтобы быть связующим звеном для других, это тоже очень важно, когда у вас ваша социальная сеть немножко разрослась, вы знаете уже достаточно людей, вы можете их друг с другом знакомить. Например, вот мой пример из жизни. Я на свой день рождения устраивала такой барбеку в парке и пригласила порядка ста человек, но порядка пятидесяти пришло, да, это люди с разным бэкграундом, это люди с разными языками, это люди, с которыми я общаюсь, но которые не всегда знакомы друг с другом. И понятно, что я одна, их 50, я не могу с каждым все время стоять и общаться, ну, потому что они пришли ко мне на день рождения. Но я знаю какие-то, ну, это не совсем профессиональные, то есть я знаю какие-то профессиональные вещи, вот, например, вот эта вот, вот эта девочка, она совершенно потрясающая, она занимается менторством, она учит Руби языку там других, а вот эта вот девочка, она пишет, там, учит Скаля, вот эта пишет на Скале, и она занимается Artificial Intelligence, и вообще она очень крутая, и раз они полчаса разговаривают о том, как все круто. Или вот, о, вот эти потрясающие люди, мы присматриваем за кодиками друг друга, когда мы в отпуске, а вот у этого человека три кодика, представляете, и у него там один кодик с особенностями, и вот он может вам рассказать про кошачьи психологии. То есть на самом деле это просто, но 50 человек у меня вполне себе нормально общались, и им не было скучно. Это вот про связующее звено. Что мы делаем дальше, да? Вспоминаем вот эту вот картиночку, это круговая итерация, то есть в любом случае после каждого действия вы должны проверить, правильно ваши действия были, да, что можно проанализировать. Первое, что мы делаем, то есть мы пришли на конференцию, поговорили, представились, в том числе, скорее всего, рассказали о том, что мы умеем. То есть если, окей, для студентов может быть не очень актуально, но для студентов вы должны понимать, ну, вспоминаем, да, нетворкинг это взаимовыгодное сотрудничество. То есть вы тоже должны быть в какой-то степени выгодны. Если вы студент, у вас должна быть как минимум мотивация изучать что-то новое или быть готовым что-то пробовать новое и не бояться. Это ваш козырь, конек, с которым вы можете идти и начинать общаться. Так вот, вы познакомились, представились. Помните, как представиться, как рассказать, как задавать вопросы, вы еще во время подготовки сделали, да, вот я… на самом деле очень классно написать «я крутой потому-то, потому-то» и тренироваться перед зеркалом очень помогает. Вы вчера познакомились, ну, или позавчера, там, когда какие ивенты, там, пятница, team building, после ивента, не знаю. В общем, в течение нескольких дней после конференции нужно написать спасибо. Ну, раньше можно было звонить, я не знаю, сейчас люди звонят друг другу меньше, но пишут друг другу в мессенджерах, пишут друг друга в социальных сетях, то есть обязательно нужно сказать спасибо. Вот мы с вами встретились на конференции, мы с вами очень интересно обсудили вот такую-то тему, спасибо, это дало мне новые идеи, или вот я теперь думаю, давайте поддерживать контакты. То есть, ну, я не знаю, я не могу порекомендовать профессиональные социальные сети в России, что там сейчас популярное, которое заблокировано, поэтому я его не рекомендую, да, но на самом деле сейчас активно используется и Facebook для профессиональных контактов и Twitter, то есть это тоже такая определенная вещь, то есть вы понимаете, на самом деле вы договорились вчера, когда вы разговаривали, типа можно вот мы как-то там контактами обменяемся, либо вы обменялись уже бизнес-карточками, ну, это тоже уже в последнее время не очень популярно, опять же, смотря в каком комьюнити вы участвуете, либо просто добавь меня на Facebook, можно сразу добавить, ну, вот если вы вчера добавили, сегодня вы написали спасибо. И если вы знаете, окей, вот, я не знаю, мы занимаемся скалой, вот мы изучаем скалу, вот следующий ивент будет через два месяца по скале, вот он должен быть очень крутой, потому что там вот такие спикеры, приходи, мы еще там пообщаемся, да, то есть вы как бы зовете на следующее, и вы уже договариваете, что в следующий раз вы тоже пообщаетесь. Если мы говорим, например, про маркетологов и про маркетинговые ивенты, мне кажется, в этой среде все работает чуть лучше, потому что люди уже умеют и прокачали этот скелл довольно хорошего состояния, если мы говорим про IT, с этим чуть сложнее, надо это тренировать, вот с этим понятно, да. То есть окей, и, соответственно, вы можете, почему это проверка, да, когда вы пишете спасибо, вы видите, какая реакция человека на то, что вы написали. То есть, в принципе, если дальше диалог идет, или, например, вы добавили друг друга в социальных сетях, и вы в социальных сетях не просто кодиков постите, а какие-то, ну, вещи, связанные с вашей работой, вы смотрите реакцию этого человека, да, просто добавили и забыли, или вот добавили, у вас есть какой-то диалог, который случается дальше. Ну и, соответственно, после того, как вы проанализировали, например, вы поговорили с пятью человеком, вам не ответил, вы написали спасибо, вам ничего не сказали. Ну, бывает, не сказали, не сказали, да. Что можно сделать после того, как вы проверяете ваши действия? Нужно их скорректировать. Как мы сказали, да, у нас могут быть не резолюшенс, они могут уже быть не актуальны, может быть у вас поменялись цели у вас. Та задача, которая стояла в начале года на развитии нетворкинга, она, своей сети, она уже не актуальна. Соответственно, нужно менять цели, возможно, менять действия. Может быть, вы изучали скалу, а сейчас вы хотите изучать рубли, да, или вы изучали что-то, а теперь все поменялось. То есть вы анализируете цели, вы проверяете, сколько, насколько выросла ваша сеть, да, то есть вы у вас, когда вы ставили себе цели на фазе планирования, например, пять новых контактов вот в этой области, да, вот в этой области знаний. Достигли, не достигли пяти. Если вы говорите 100 контактов, да, то есть мы ставим достижимые цели, если вы говорите, хочу за год 100 новых контактов профессиональных, ну, наверное, это можно, но, наверное, проблематично. Лучше ставить достижимые цели и потом не страдать, что контактов таких активных, не просто кого-то себе добавить, я формально там выросла 500 плюс connections. Вот, и мы корректируем план. Вспоминаем опять картиночку, кружочек такой, то есть это итеративно, это не один раз сделали и забыли, и все, вот нетворкинг, и можно сидеть и расслабиться. Это итеративный процесс, который мы постоянно корректируем и постоянно улучшаем. Соответственно, что для этого нужно? Ну, для практики нужно время, конечно. Дальше мы говорим, окей, очень часто бывает фидбэк, да, но я не знаю, мне очень сложно подойти к людям, мне очень сложно заговорить первому. Я все понимаю, да, действительно, это так, и практикой мы начинаем заниматься в обычной жизни. Мы начинаем разговаривать с соседями в лифте. Мы начинаем говорить, о, прекрасный день, не правда ли, там, дождь, слякоть, замечательный день вообще. Да, у вас тоже, да, вы знаете, он, да. Я понимаю, она болела. На самом деле это очень, то есть можно начинать с позитивного, можно начинать с негативного, негативного, вот такое обсуждение проблемы, оно тоже позволяет построить вот этот social connection, сближает особенно, там, не знаю, там встряли в пробки, въедете в маршрутки, опять пробки, да, и тут кто-нибудь, да, задолбали эти пробки, все, у вас, вы уже начинаете общаться. У вас сразу, действительно, у вас сразу столько много общего. Кто работает в компании, в которой больше ста человек? Ну, ладно, учатся на факультете, где больше ста человек, там, я не знаю, да. Мы знаем, что есть, ну, я пришла в ДТАРТ, я была сороковая, и я пережила два или три переезда с ДТАРТом, да. У меня пришла сороковая, когда нас было сорок, в общем, я всех знала в лицо и по именам. Когда нас стало сто, и по именам я уже не всех знала, да, когда стало двести, и в лицо было, ну, как бы, а ты кто вообще? И если вы работаете на разных этажах, ну, вы очень редко пресекаетесь. И вот вы идете за кофе в офисе и встречаете новое лицо. О, привет, как зовут? Да? А что делаешь? А ты давно с нами? А в каком проекте? И вот эти вот навыки позволяют, на самом деле, кухонный разговор, вы такие кофе-токи, на самом деле, они очень много помогают, да. То есть, опять же, я говорю, у меня, я работаю в офисе, ну, в компании у нас порядка 8-10 тысяч человек, а в берлинском офисе тысяче человек. Я не знаю всю тысячу, но я знаю больше 200, это точно. То есть, я знаю какие-то вещи, я знаю, где они работают, мы пересекались, мы не просто привет-привет в лифте, мы, у нас были более осознанные разговоры. То есть, мы тренируем, окей, сложно тренировать с соседями, тренируем с друзьями, одногруппниками, то есть, люди, которые в более близком социальном кругу, с которыми не так страшны, с которыми вы уже знакомы, да. Но все то же самое. Погода, если вы знаете какие-то темы, вы знаете, что вот ваш одногруппник, я не знаю, или однокрупница увлекается чем-то, там, не знаю, катается на сноуборде, можете спросить, катался, открыл сезон. Вот на Донгоре уже, говорят, эти выходные открыли, да. Как, нормально, снег? Хорошо? Или вот не очень? А на лыжах поедешь? А давай вместе в следующий выходной. Ну, это следующий этап. То есть, самое главное, практика, практика, практика. Прежде чем идти и разговаривать в профессиональной сети с профессионалами, да, вы можете потренироваться. Перед зеркалом тоже можно. Совершенно нормально. Я такой-то, такой-то, я вот умею то-то, то-то, я хочу изучать то-то. В том числе, профессиональная сеть вот этих социальных контактов, она помогает найти человека, у которого можно научиться, да, найти такого ментора. То есть, например, я ездила на конференцию, ходила на конференцию, мне очень понравился спикер, она делала прекрасную презентацию, я просто к ней подошла, сказала, блин, здорово, настолько здорово, а как можно этому научиться? Ну, как можно, вот, вот это вот, это же вообще потрясающий у вас стиль. На самом деле, вы не можете управлять другим человеком, но на самом деле реакция может быть разная. Вам скажут, окей, почитай такие книги, я вот смотрел этот токи, они были замечательные, вот это вот мне очень помогло. Или, слушай, да, давай я тебя научу, такое тоже бывает, и вы можете договориться о планах, окей, там пара сессий, когда вам рассказывают, как вообще делать паблик спикинг. То есть, это очень работает. Вот. В общем, у меня все по теоретической части. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Нет. Практически вы можете начинать, у нас будет кофебрейк? Да, значит, после. После можно начинать, там очень замечательно макароны слежат. Очень рекомендую. Еда, она, в общем, один из мотиваторов, она помогает. Печеньки, опять же, такие. Такие я тоже умею печь. Я знаю. Вы бы видели, какие я торты к типику. Да, да, да. 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 У вас есть общая цель? Общий интерес. Интересы. Ну, если у вас нет общей цели интересов, ну, очень странно, что у вас… Есть разные способы. Один из способов… То есть, надо посмотреть, что подходит… То есть, какая регулярность, да, там, не обязательно каждый день писать, ну, это будет очень настойчиво, да. То есть, какая динамика вот этих фоллоуапов, это нужно для себя решить. Ну, например, вы прочитали интересную статью по теме, да, и вы… Помнишь, мы с вами, там, помните, мы с вами, я не знаю, на вы, на ты, да, помнишь, мы с тобой обсуждали вот на конференции вот этот вот момент, я нашел новую статью, они говорят, что это не работает потому-то, потому-то. Или они говорят, они подтверждают то, о чем мы говорили, а как ты считаешь? То есть, можно задавать вопросы. Там можно поздравлять с днем рождения, но это, вы знаете, на фейсбуке, а, и мы в друзьях, да, окей. То есть, я, например, перед днем рождения, например, отключаю напоминание, то есть, моя сеть фейсбучная, она, в общем, не знает, что… Не получает нотификацию, что там все день рождения. Ну, потому что иногда всплывают такие люди, окей, хорошо. Или же на день рождения ты получаешь кучу писем от разных сервисов, а, я и там зарегистрирована, окей, бывает. Ну, то есть, как вариант, к диалогу. Какой диалог? То есть, опять же, если мы говорим про современное профессиональное общение, очень часто сейчас один из трендов, это, опять же, через социальные сети, например, через тот же Twitter, постоянно выдавать какие-то новости по теме, в которой вы занимаетесь. То есть, как если вы создаете контент, я участвовал там-то, там-то, я делал то-то, то-то, либо какой-то репост, вот, не котиков, опять-таки, а именно профессионального контента, да, и тогда вы интересны людям, за вами следят. И тогда с вами, возможно, будут выходить на связи, вот, вот ты расшарил, интересно, а хочешь, поговорим. То есть, если, как бы, вас не… вы не репрезентативны вот в информационной среде, да, это довольно сложно. Но, опять же, иногда очень часто на конференции, на другой конференции встречаешь, а, вот мы год назад встречались, а ваше имя могут не помнить, да, то есть, если вы не поддерживали. Ну, вот я, Таня, мы на прошлой конференции встречались, помните, мы с вами разговаривали о том-то, о том-то. А, да, точно. Вот за этот год случилось там то-то, то-то, то-то. Спасибо, вы мне тогда дали такой совет, он был потрясающий, я применила этот совет, и вот у меня получилось то-то, то-то, то-то. То есть, можно так. Ну, мне кажется, сейчас, опять же, у меня это больше, ну, если мы говорим, ну, если внутри корпоративного, в офисе, ну, опять же, если люди не сталкиваются в коридорах. Если мы говорим за пределами моей компании, да, это социальные сети, по большей части. Да? Да. Да, ну, или с которой, через которую я общаюсь? Ну, LinkedIn. Там еще вопросы были, да. 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 Хорошо. Как мне кажется, построение эффективной вот этой сети на поркер-гар в русских, в российских условиях, не совсем возможно. Потому что русский менталитет, он достаточно скептически, мне кажется, настроен к проникновению в свое личное пространство посторонних людей. И очень часто люди, которые пытаются навязаться, или, допустим, ну, не навязаться, достаточно грубое слово, а как-то вот взаимовыгодно сотрудничать, они очень скептически настроены и не хотят пускать. И, соответственно, ну, вот даже я, допустим, если человек незнакомым нет, начинает со мной разговор и там пытается что-то узнать, я думаю, что он навязывает. Ну, вот как вы думаете, насколько актуальна эта проблема, и имеет она место быть, и как ее преодолеть? Очень хороший вопрос. Действительно, очень сложный, да. Я действительно про это думала. Опять же, если мы говорим на российский реалии, есть определенный российский менталитет, есть определенные культурные особенности. Я на семинаре в понедельник рассказывала, как я делала, ну, некий социальный эксперимент. Я ездила в маршрутке и улыбалась. В Воронеже, это было, ну, лет 8-10 назад, да. Я улыбалась людям. Вы можете представить, какая была реакция. Нет, это был не Новый год. Дети потрясающие, дети отвечают, когда дети дорастают, там, до подросткового возраста, это уже она какая-то такая, а уж взрослые люди, она какая-то вообще, да. Это очень сложно, потому что у нас в культуре не принято улыбаться. И мне безумно было сложно внутри. То есть я сижу, улыбаюсь, а мне так, как-то мне не очень комфортно. Но это, на самом деле, помогло мне понять много про себя. Да, вот возвращаясь к вашему вопросу, мы не совсем умеем это делать. Почему я говорю, что нужна практика? Иногда бывает ощущение навязчивости, когда из меня пытаются вытащить какую-то персональную информацию. Если мы говорим про профессиональное, почему чуть проще? Потому что мы говорим про какие-то технологии, мы говорим про какую-то научную область, или мы говорим, ну, что-то в индустрии, там не персонально, не в том, что, я не знаю, что вы сегодня съели на завтрак, да, вот это как-то очень персонально. А там вопрос, какое ваше мнение вот по этому поводу, да, интересно. То есть это нет такой эмоциональной вовлеченности или ответственности, или ощущения, что посягают на мое личное, потому что это не мое личное, это вот область знаний. И опять же я смотрю на то, что индустрия, о которой мы говорим про IT, она довольно динамичная, быстро развивается, и как бы она приобретает паттерны, которые, в общем, не очень российские, то есть это изменяется. Более того, я могу сказать, что на самом деле, если мы говорим про профессиональные контакты, у многих они есть, мы просто не замечаем. Что мы делали в самом начале, да, чему я могу научить? Вот вы поговорили друг с другом, воспользуйтесь, если человек действительно может этому научить, и у вас, вы это не знаете, но это уже очень здорово. Вот с этого начинается, да, можешь меня научить? То есть это на самом деле очень просто. Мы, вот опять же, когда мы говорим про нетворкинг, это кажется, ой, это сложно. На самом деле это не сложно, и мы это все делаем, но мы делаем это не совсем осознанно и несколько хаотично. Личные контакты мы заводим. Профессиональные, да, надо чуть больше подумать, что конкретно мы хотим получить из этих социальных контактов. Но вы уже замечали, да, что очень часто бывает в какой-нибудь там, не знаю, ВКонтакте, Фейсбуке, кто-то пишет, я ищу работу, я умею то-то, то-то, у меня столько-то опыта, ше, репост и все такое. Сталкивались в русскоязычном сегменте это много, да, и реально вот у меня есть хороший знакомый, он пишет прекрасные тексты копирайтерские, и он там, я не знаю, работал на тех-то, на тех-то, на тех-то, никто не ищет, он ищет работу парт-тайм. И там другая социальная сеть, да, отлично, я как раз ищу такого человека, который мне нужен на парт-тайм удаленно, и вот вин-вин. Это вот про вопрос как бы не посягательства на личную информацию, а взаимовыгодные. Еще вопросы? Спасибо. Да. Привет, Аля. Есть такой вопрос. Смотри, вот это все хорошо работает, если человек открыт, готов к общению, там, грубо говоря, экстраверт, да, ему это тоже надо. Что делать с такими, которые вот совсем экстраверты? Сейчас, секунду, там контекст, значит, была такая ситуация, когда нужно было заандбордить нового бизнес-аналитика, буквально там пару дней назад, да, и там, это входит в мои обязанности, соответственно, я его приглашаю, рассказываю, там, вот у нас есть вот это, у нас есть вот это, вот это, да, хорошо. И никакой обратной связи нет, никакой его какого-то заинтересованности, эмоционального увлечения, ничего, вот как будто вот вообще просто вот, как вот с этим быть? Да, 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 вот я могу честно сказать, что человек только пришел в компанию, он еще ничего не понимает, он не понимает, какие здесь негласные правила, как вообще это все работает, и столько информации, это действительно тяжело, то есть, ну, я экстраверт, но я понимаю, интроверты, ну, люди все разные, я не хочу делить экстраверты-интроверты, да, что-то мне дается легко, но я тоже устаю от социального общения. Я знаю, что если я очень хорошо пообщалась, мне нужно посидеть один день дома в тишине, например, а вот я лучше поглажу кодиков, мне вообще никаких социальных контактов не надо. Или же, то есть, во-первых, опять же, если мы говорим про интроверты, ну, если людям сложно делать социальный контакт, во-первых, любой навык прокачивается. Прокачивается любой навык, долго, сложно, быстро, легко, у кого как, но он прокачивается. Более того, если вы понимаете про себя, как это делать, то есть вы понимаете, вам это сложно, вам сложно с пятью поговорить, поговорите с тремя. Но если у вас есть интерес, не знаю, по-моему, у меня был коллега, который ну вот я такая быстрая, я как-то бросила, поговорила, еще что-то. Я так не вижу обратной реакции, но это в рабочем контексте. Я так как-то, он меня услышал. Нет, он пришел на следующий день и рассказал, вот решение по той проблеме, которую ты задала. Я поняла, что с ним надо работать по-другому. Не надо просто вбрасывать какой-нибудь там пять идей, потому что он над всеми пятью думает. Мне нужно подумать заранее, выбрать одну идею, которая, наверное, самая хорошая и дать ему время подумать там сутки на то, чтобы он пришел ко мне с ответом. Но не вбрасывать пять, потому что пять это переполнение, это слишком много, потому что это все серьезное для меня. Ну, раз, два, три, четыре, пять, но какая-нибудь сработает. То есть это разные стили поведения. То есть когда мы говорим о других людях, мы говорим о том, что мы пытаемся понять, как другой человек существует. То есть не только... Во-первых, нужно хорошо понимать про себя, как я существую, как я это делаю. Понимать про других, то есть не ожидать. То есть мы смотрим и ждем, но мы не ждем определенных реакций от людей, потому что реакции могут быть другие. Когда мы себя ограничиваем рамками, что вот я подошел и сказал мне сразу привет, да, и мы лучшие друзья. Такого не может быть, не надо на это надеяться. Ответила? Еще вопросы? Последний давай. У меня вопрос такой, как бы в продолжении вопроса девушки о том, вот, может быть, вы что-то посоветуете людям, которым сложно подойти вот к другому человеку и как раз установить эту самую связь. Вот что бы вы им посоветовали, как вы вообще с этим живут? Тренироваться. Сначала тренироваться перед зеркалом, пока никто не видит. Найти максимально безопасные условия, в которых можно тренироваться. У вас, наверное, есть какие-то друзья, у вас есть какие-то социальные контакты, с которыми можно тренироваться. Да, можно с друзьями. Можно, например, проулыбаться не советую в маршрутках, но, например, для себя придумать, вот вы замечаете за собой, что вы никогда не начинаете, например, разговор в компании первым, да, или не рассказываете анекдот. Не факт, что первый анекдот, который вы расскажете, будет сразу смешной, да, но вот для себя вы ставите некую цель, что я хочу научиться рассказывать анекдоты, можно не с анекдотов, да, а то, что ближе. Я хочу первым предлагать тему для разговора в компании, или я хочу первым предлагать, в какое кафе мы пойдем. Ну, то есть если вы это не делаете, вы для себя тренируетесь. Любой навык для начала сложно тренировать. Первый раз, когда вы что-то делаете, это сложно. А потом 10 раз, ну вот, например, в личное выступление, ну, я вообще очень стеснительный человек, мне вообще очень страшно выступать, да, но это прокачивается. То есть такими маленькими, как бы, заданиями увеличивать. Да. А вы, все направлено на то, что вы себе добавляете уверенности. То есть в какой-то момент, о, я могу, да, отлично. Да. Опыт приходит. По крайней мере, опыт, когда приходит безопасный опыт от того, что вот, да, я в каком-то безнапасном контексте чему-то научилась, я могу, мне менее страшно использовать это, это вот, я не знаю, водить вы тоже не сразу машину учитесь. Вам сначала про педали объясняют, ручка, тормозы, вот это вот все. Спасибо. Первый был про как поддерживать социальные контакты, да, второй был про менталитет, это был второй. Кто и кто еще задавал вопрос? Оля задавала про бизнес-аналитика, про прокачку скиллов. Еще был, да, один или нет? Раз, два. На самом деле мне очень понравилась про ментальность, потому что я ожидала этого вопроса, потому что действительно он сложный, на него нет однозначного ответа. Вот тоже понравилось как поддерживать, но я так понимаю, у вас уже есть некий опыт, и вы спрашивали как дополнительно к тому, что вы знаете. Мне очень понравилось, ну вот мне понравилось. На самом деле, развивайтесь. Да, мы хотим поблагодарить Татьяну, приезжай к нам чаще, больше выступай. Спасибо. Рабочий день. Какая аудитория? Здорово. Спасибо. Тренируйтесь. Продолжение следует...